Всем привет! Так как меня просили показать, какие вещи мы носим весной, хочу сегодня показать, что мы носили, когда была более холодная погода, что носили. У нас уже были прям очень жаркие дни, 20 градусов, и сейчас вот опять холодно. Сразу скажу, что нам повезло, вещи мы никакие не покупали, потому что нам как-то так удачно в этом году всё досталось к весне либо от моих знакомых, либо от родственников. А как раз у всех девочки, и вдруг резко мне почему-то все сказали, что накопились какие-то вещи, которые можно отдать. И я решила взять посмотреть, что за вещи, и оказались просто классные там и куртки, и всякие штанишки. Так что сейчас покажу, как мы одевались, в какую погоду. Что-то у нас осталось с прошлого года, то, что покупала я. Я брала на вырост, и вот сейчас можно носить. Вот. Оля будет мешать, 100%, но по возможности буду всё равно снимать. Покупки у нас были только обуви. Скажи, покупки. 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 Так, в какой-то момент уже стало невозможно носить все эти комбинезоны, куртки, штаны, ватные. Так это всё надоело. В общем, когда, наверное, было градусов плюс 10, ну там 8-10, я уже её переодела. Я надевала вот такие плотные колготки. Это махровые колготки, они теплее, чем обычные колготки, более тёплые. Вот такие они внутри. Вот такие они внутри. Очень такие плотные. И надевала я джинсы. Ну, вот, наверное, с этими колготками это всё-таки не 10 градусов. На 10 я уже надевала обычные тоненькие колготки. Вот. Это если там, наверное, было градусов 7, вот я надевала плотные. Вот такие джинсы, они у нас тоже с утеплением. Здесь это ещё тоже с прошлого года мы их носили. С вот таким они тут флисом. Это вообще классные такие джинсы, удачные. Вот, получаются колготки джинсы. Потом я надевала вот такую вот кофточку. Кофточку? Кофточку просто обычную, она как лапша. И вниз ещё маечку, если сильно прохладно. Шапка у нас была вот такая. Когда было прохладно. Такая. 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 Вот эти сапожки с прошлого года, они у нас уже такие не очень свежо выглядят. Они были ей чуть-чуть великоваты, сейчас они ей как раз. Вот мы их ещё носим. Топленькие. И куртка была от, кстати, зимнего комбинезона. Вот, получается, поверх вот этих вот, поверх вот этих джинсиков была вот эта куртка. Куртка, несмотря на то, что она зимняя, она не такая уж и прям тёплая. Но в сочетании там зимой, да, с вот этими штанами на лямках баллоневыми, они такие очень плотные, тёплые, получалось тепло. Вот. А если вниз облегчённый вариант, да, например, джинсы там и вот эта кофточка розовая, то с этой курткой как раз было отлично. Вот ни разу она у меня не замёрзла, всегда была тёпленькая. Так мы ходили вот в самом начале весны, когда уже захотелось как-то переодеться чуть-чуть, облегчиться, но всё ещё было холодно. Вот мы ходили вот так. Так, чуть теплее, где-то, наверное, 12 градусов, 15 градусов. Я также надевала эти джинсы. Я брала тонкие колготки, обычные, какие они там, хэбэшные, хэбэшные джинсы-колготки. Ту же самую кофточку, можно без маечки, просто вот так вот на голое тело кофточку. Куртку смотрела по погоде, как там ветер, либо его нет. Можно было либо вот эту курточку и более облегчённую шапочку. Вот такая шапка. Более облегчённую шапочку. Либо, если было, мне казалось, прям там дети все раздеты, я вместо этой куртки надевала... Я надевала вот такую куртку. Она полегче. Она нам небольшая ещё, хотя написано, что она 92. Рукава я закатываю, но она на ней смотрится как плащик. Вот такая вот курточка. Прям уже в ней совсем легко, хорошо. И если я, например, переживаю, что она замёрзнет, я всегда на улицу беру вот такую жилетку. Вот. Эту нам в этом году отдали. Очень классная жилетка. Это из детского мира. И у нас ещё есть, если что, наша. Прошлого года тоже из детского мира. И она нам ещё тоже как раз. Она вот на 86... Не, на 92. Мика! Да. Это из прошлого. Это новенькая. Моя. Дальше. Градусов там 16-17. Хотелось сюда как-то ещё ребёнка облегчить, чтобы ей было поприятнее и легче гулять. Как всегда, колготки. Дальше у нас вот такие появились джинсики. Это тоже нам отдали. Тоненькая такая классная джинса. И вообще мне нравится вот этот вот вариант комбинезонов. Для меня он просто самый удобный. Лучшее, что можно придумать. Колготки, джинсы. Под джинсы, естественно, я надеваю опять либо вот эту кофточку, либо... Либо у нас ещё вот такой есть бодик. Он чуть потоньше, чем кофточка. Бодик, колготки, джинсы. Это, например, градусов 16. И можно, например, надеть толстовку. Тут несколько вариантов. Вот такую толстовочку утеплённую я надевала. Шапочку. И жилетку, например. Можно, например, вот это всё. И вот эту вот тоненькую куртку. Но она не совсем тоненькая. Но она такая лёгкая, облегчённая. Прям для весны супер. Вот, получался такой комплект. Обувь. На вот 16 градусов. Сейчас покажу. Я ей купила кое-что новое из обуви. Посмотрите, какую я красоту нашла в детском мире. Это полностью кожаные ботиночки. Куртка. Куртка, да, дочь. Куртка. Полностью кожаные ботиночки. Их можно будет носить даже летом. Вот вместо кроссовок. Мне кажется, что это даже лучше, чем кроссовки. Вот. Они мягкие, классные. Если, например, дождь, они закрыты будут. Они не промокнут. Стоили 4 тысячи эти ботинки. Но я думаю, это потому, что они полностью кожаные. Я взяла тоже на вырост. Это 24 размер. Нам ещё и на осени хватит. Вот. Они ей чуть-чуть великоваты, но ей в них удобно. Она в них и бегает, и прыгает нормально. Даже не замечает, что они небольшеваты. Вот такие вот. Они там ещё в наличии. Так, ещё вариант. Тоже градусов там на 16. Есть у нас просто джинсы ещё. Классные. На самом деле там у Оли джинс полно. Но вот мы как-то носим вот эти. Вот эти и вот эти. Вот такие, в общем, классные штанишки. Это у нас вот куда-то из Селлы. Тоже достались. Вообще отличные. Абсолютно новые были. Если вот градусов 16, можно также джинсики. Кофточку мне тогда хочется сразу поплотнее, потому что грудь не прикрыта, как в комбинезоне. Вот так. Вот так. И, например, та же толстовка и жилетка. И нормально. Если жарко, можно расстегнуть, можно жилетку снять, остаться вот так. Ну и шапочку я ей надевала ещё на 16. Так, потом, что у нас ещё есть? Какие варианты, да? У нас есть ещё, например, вот такая курточка. Это тоже с прошлого года. Она на 82. Но мы её носили. Она ей хорошо. Не скажу, что она ей мала. Абсолютно. Даже на 80 она неправильно сказала. Вот такая вот тоже. Рукавчики у неё совсем облегчённые. Да. Так, рукава у неё совсем облегчённые. Они вот просто как такие. А здесь есть небольшое утепление. И она без горла. То есть она застёгивается вот где-то до этого момента. То есть это такая вот как... Такая ветровочка прям лёгкая. Я её надевала. Я её надевала даже когда было совсем тепло. А внизу, например, у Оли там была футболка. Или тоненькая-тоненькая кофта. Так, теперь про когда уже совсем тепло. Вот у нас была температура 20 градусов. Я надевала тогда Оле... Обувь были вот эти вот ботиночки. Лёгенькие. Надевала джинсы. Да, джинсы. И, например, тоненькую кофточку с длинным рукавом. Но она прям совсем тоненькая-тоненькая. Она даже тоньше, чем некоторые... Она даже тоньше, чем некоторые наши футболки. Вот. Получалось вот так вот. И брали мы кофточку с собой. Либо вот эту куртку, если ветер. Ну, кстати, ветер был всё равно сильный. Вот хоть и 20 градусов. Но всё-таки ещё апрель. Это как-то ещё не прям... Не прям жара. Даже взрослые были все в толстовках, в куртках. Вот. Значит, я её надевала вот так. И можно было кофточку вот такую. Либо вот эту курточку взять с собой. Ну, я брала вот эту вот. Такую. Такую, да. И на такую тёплую прям температуру. Тоже совсем тоненькая шапочка. Я её носила даже летом с ней, в прошлом. Вот. Она совсем прям тоненькая-тоненькая. Вот. Но, кстати, мы гуляли и без шапки тоже. Когда я видела, что сильного солнца нет. Что ты делаешь? Когда я видела, что нету сильного солнца и ветра нету, мы вообще без шапки гуляем. Вот вчера, например, у нас было 5 градусов тепла. 5. Это был просто дубак. Я сама замёрзла. Я забыла что-то вчера про эту куртку. И мы вчера надевали колготки обычные, тонкие. Вот эти штаны. Вот эту я надевала кофту ей. Майку вниз. Вот эту куртку и синюю жилетку. Вот так она вчера гуляла у нас. И нормально, не замёрзла. Обувь надела я, по-моему, вот эти я вчера надевала, да. Так что вариантов много. Всё комбинирую. Смотрю по погоде. Ветер, нету ветра, пасмурно, либо солнце. На солнце, конечно, всегда хочется подраздеться. Вот. Сейчас такая обманчивая погода, поэтому я прям сильно её не раздеваю. И я, например, всегда с собой что-то беру в коляску на смену. Например, Оля. Я всегда переживаю, что она замёрзнет. И, например, вот я надеваю там эту куртку, с собой ещё могу взять жилетку. Либо, наоборот, надеваю толстовку-жилетку, но с собой беру куртку. Вдруг там лучше будет на толстовку надеть куртку. В общем, вот так вот. Невозможно. В общем, подстраиваемся вот так под погоду. Надеюсь, полезно было видео. Хочу ещё вам показать одну обновку обуви, которую мы купили. Но это уже совсем к лету. Так, сандалии. У нас уже тут всё валяется, что только можно, пока я снимаю. Сандалии. Да, дочь, сандалии. Это называется сандалии. Сандалии. Вот такие сандалики. Тоже я взяла двадцать четвёртого, и у неё вот ещё есть место. Но в любом случае их можно чуть-чуть тут расслабить, да, чтобы ребёнку было ноге посвободнее. Либо, наоборот, подзатянуть, чтобы нога не болталась, если большие. У нас в прошлом году были аналогичные сандалики, очень похожие. Ну, другой дизайн был. А в этом вот я увидела такие с ананасиком. У нас тем более... Хочешь померить? Померить. Померить. Скажи, сандалии. Сандалии? Сандалии. Так, вот цена сандалии, тоже не дешёвые. По-моему, в прошлом году я покупала за тысячу. За тысячу, наверное. А это точно такие же, вот в них всё похоже, но уже так сильно дороже стоят. Кстати говоря, вот даже когда прям жара, я всё равно всегда надеваю носочки и тоненькие на вот эти сандалии, потому что постоянно она в песок лезет. Если сюда попадёт, ей будет натирать. Мне кажется, что это будет не очень комфортно, так что мы всегда, даже когда сильно жарко, тоненький носочек носим. Расскажите, как вы, босиком ходите или с носочком? Потому что, конечно, всегда хочется, чтобы ножки подышали, снять носочек. Но я снимаю, когда, например, я её уже сажаю в коляску, да, и мы там куда-то идём, в магазин, и вот она сидит просто в босоногой коляске. Очень надеюсь, меня слышно было всё это время. Надеюсь, это видео будет возможно посмотреть. Видите, я так тараторила, потому что было неудобно снимать. Я всегда стараюсь снимать, когда Оля спит, но вот иногда не получается. Сегодня мне вообще кажется, что у нас дневного сна не будет, а снять я хотела. Поэтому надеюсь, что это будет смотрибельно. И вот видите, я закончила снимать, и тишина, и тишина. А когда я снимала, было вот так вот всё. Надеюсь, что это будет возможно вообще посмотреть, это видео. Потому что было очень тяжело, я так тараторила быстро и громко. Но я хотела снять, я стараюсь сюда снимать, когда Оля спит, а сегодня, мне кажется, что сна у неё не будет. Поэтому, в общем, вот так. Надеюсь, это будет смотрибельно и полезно кому-то, и интересно.